Мы уже привыкли к тому, что наши правители нам все время что-то обещают. Увы, обещанный коммунизм Хрущевым так и не случился. Зато на смену несостоявшегося рая на земле в отдельно взятом государстве в 90-х пришел дикий капитализм. Мы же в стране в свое время пытались построить не только коммунизм к 80-м годам, но пытались сделать так, чтобы к 2000 году, а цель была поставлена в 80-е годы, каждая семья имела отдельную квартиру. Это тоже не получилось. И вот очередные смелые планы в отношении Воронежской области. Речь идет о проекции стратегии социально-экономического развития в нашем регионе на период до 2035 года. В результате ее реализации планируется более чем в три раза увеличить наши доходы и в два раза сократить уровень бедности. Звучит заманчиво. Правда, в такую перспективу воронежцы верят с трудом. Как говорится, обещать еще не значит жениться. Нет предпосылок для этого. Нет условий никаких. По-прежнему молодежи негде работать. Пенсионеры теперь будут, чтобы до протягивания ног, как говорится, трудиться. Президент обещал не увеличивать пенсионный возраст. Ну и дальше что? Нет никакой пенсии. Либо воровать, либо не знаю, что делать. Или работать за гробовой доской. Несмотря на то, что по телевизору все хорошо, посмотрел, как будто масло наелся сливочного, с бутербродом, с колбасой. На самом деле, ну, везде деньги, везде. Сегодня наше благосостояние определяется тем, что мы можем себе позволить. Неважно, сколько ты получаешь. Главное, что можно за эти деньги купить. Поэтому увеличение доходов населения – это не показатель тому, что мы будем лучше жить. Что у нас исчезнут нищие. Нищие исчезут на бумаге. Они все станут состоятельными. Но можно с миллионом ходить за буханкой хлеба. А вот что думают по поводу амбициозной задачи снизить бедность к 2035 году в два раза воронежские политологи. Сейчас в России где-то более 21 миллиона людей, которые находятся ниже черты бедности, либо находятся в пограничном состоянии. Это высокая цифра. Такая же приблизительная цифра и в Воронежской области. Она достаточно высока. Поэтому я так думаю, что пока это замысел по снижению масштаба бедности, это скорее фантастический замысел. Никто не может с уверенностью сказать, что будет в 2035 году. Уж точно через 17 лет ценники в магазинах не станут меньше. Но кто мешает нам строить амбициозные планы? Это просто показаны какие-то цели-указатели на повышение в три раза, в четыре раза. Но какими средствами будет достигаться, какие задачи при этом будут решаться, совершенно непонятно. Все это в тумане. С точки зрения науки, стратегия до 2035 года в Воронежской области подготовлена безукоризненно. Ею занимался конкретно доктор экономических наук, профессор, директор департамента экономического развития Анатолий Букреев. У него не могло получиться иначе. Поэтому с точки зрения стратегии как документа, она не вызывает никаких вопросов. Это планы. Скорее даже это определенные прожекты. Не проекты, а прожекты. И к этому стоит относиться именно так, как к планам. А планы могут либо реализоваться, либо так и остаться планами. Стратегия, она создавалась людьми, которые к 1935 году уже работать не будут. Они уже все покинут, все эти администрации. И поэтому им сегодня все равно что написать. Главное, чтобы было красиво. Чтобы костюмчик хорошо сидел. В общем, не стоит путать смелые планы наших политических мужей с существующей реальностью. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал.